Мужчина, который у нас работал, отвалился полностью, и он ушёл, типа, ты мне деньги оплати, я тебе потом позвоню. Купила вот такие магнитики, как говорится, короткие видео, всякие шорты, рилсы, наши, всё. Я вот до этого очень сильно переживала по поводу того, что у меня швей не будут зарабатывать. Сейчас мне, честно, насрать. Друзья, всем привет! Привет! И это уже практически стабильный влог на моём канале, в котором я рассказываю про жизнь производства и продаж на маркетплейсах. И сегодня мы с вами отправляем поставочку на Озон. Это первая поставка, которая уезжает из второго цеха, что меня не может не радовать. Это Озон, это ВРЦ. ВРЦ оказалась намного выгоднее, чем пользоваться услугами логистов. Не знаю, когда выйдет это видео, но помните, что сейчас у Озон скидки на ВРЦ. Проверьте, 50%. И намного выгоднее, и опять же, с точки зрения индекса локализации, с точки зрения цены, отправлять в РЦ. Вот, поэтому вот эти 9 прекрасных коробочек сегодня уедут. Держу вас в курсе. Кроя осталось уже меньше. Вот здесь уже практически ничего не лежит. Кроя нет. Мой последний... Последние слова в предыдущем влоге были то, что у нас три швей. В итоге мужчина, который у нас работал, отвалился полностью. Это стало понятно где-то на третьем, четвёртом не работает, потому что он приходил, каждый раз говорил, что надо разгоняться, надо по 200 салфеток в день шить, там по 300, чтобы зарабатывать. Я говорю, да пожалуйста, шейте. Там фонд работы невероятный, шейте. А как оказалось, когда тут меня не было и вместо меня были другие люди, он просто сидел с кучей времени, болтал по телефону, пил кофе и так далее. Да не вопрос. Пожалуйста, сидите сколько хотите. Но только мы же не по часовку платим, а сделку за результаты. Как следствие, он приходил, сидел, мало шил, результата никакого. Он, наверное, понял, что результата никакого, потому что он кучу времени тратит не на то. И он ушёл, типа ты мне деньги оплати, я тебе потом позвоню. В итоге, конечно же, ну знаете, как вот эти вот мужчины, я тебе потом позвоню, перезвоню. Вот, в итоге ничего не перезвонил, и я уже не надеюсь. Поэтому у меня есть две стабильные надомницы, на которых я рассчитываю, будут за них держаться. И плюс сегодня приходит что-то какое-то невероятное количество людей. Мы будем смотреть, пробовать, что там получится. А так всё хорошо. Буду вам рассказывать. Надеюсь, вам хорошо слышно. Вот это вот всё я купила просто в фикс-прайсе. Вот это вот скотч-ган, который стоил порядка 200 рублей, чтобы заклеивать коробки. Скотч, который стоил 79 рублей, для того, чтобы опять же заклеивать коробки. И пока сам скотч-ган хороший вопрос к ним нет, то есть по цене по работе. По скотчу тоже, я посмотрела, 66 метров. Но в некоторых моментах это даже выгоднее, чем брать у оптальков. Вот. Поэтому фикс-прайс в какой-то степени будет держаться на полугую широку. Тем более он у меня здесь в здании находится. А то в некоторых моментах мне намного выгоднее взять и вот... Взять и купить в фикс-прайсе в моменте, когда вот у меня скотч закончился, а мне нужно было закрывать коробки. Так что рекомендую вам присмотреться. Так с тренером моментом. Так называемые, знаете ли, лайфхаки. Так, здесь у нас лишнее. Видите, штрих-код под скотчем? Это не нужно. Так вот мы с вами сделаем. Сейчас будет громко. Может быть, наложит музыку. А может быть. Так. Итого. Все замечательно. Идем дальше. Я, честно признаюсь, я не профессиональный упаковщик. Далеко не профессиональный упаковщик. Это в начале своей карьеры я хоть как-то этим занималась. Сейчас у меня вот никак есть упаковщики, сборщики. Так как во втором цехе у нас с кадрами пока. И чтобы не ждать какого-то мифического результата, я беру все на себя. Ну и глядишь, есть что-то. Ладно, я дальше заклею эти коробки без вас. Я думаю, вы принес подняли. Я вам вчера не показала, но вчера отгрузку я сделала. И как я уже сказала, это первое выстраданное, но лично практически руками сделанное от близко ножом. Какие есть плюсы места находения моего цеха. Мне туда недалеко идти. И я сейчас не сижу в секс-фере. Могу сказать, что есть хорошие новости по сравнению с предыдущими моментами. У нас есть две надомницы фиксированные. И есть две. Одна женщина, другая прямо студентка, которая выходит у меня шить. Причем одна вечер работает, а другая в течение дня. Таким образом у меня вообще 12 часов практически кто-то шьет. Я с ними не сижу. Я им хожу, открываю и закрываю. Они с собой самостоятельно. Я понимаю, что частью это про мячу. Но, во-первых, у меня есть камеры. Во-вторых, что они могут там украсть. Швейная машинка под 70 килограмм. Ну, то есть одна девушка не утащит. Раскроенный стол тоже не вылезет. Какой-то другой цельной техники там больше нет. Поэтому единственное, что они могут сделать, это перестать уйти и оставить помещение незакрытым. В остальном, ну, переживать не за что. Поэтому работают, пусть работают, нечего не с ним сидеть. А я хожу тем временем со своей любимой собачкой как раз в цех. Я им хожу открывать и иногда за ним не закрываю. Если у меня никаких дел будет у меня. И таким образом я совмещаю приятное с полезным и проработаю свое доверие. Ну, потому что сидеть с ними вообще никакого смысла нет. Я просто дорого тратю свое время. А зачем мне это надо? Так, значит, сегодня работала девочка-студентка. Достаточно хорошо шьет. У нее опыт работы 10 лет. Внимание, как говорится, пишите в комментариях, откуда у нее такой опыт работы. А ей всего 21 год. Надеюсь, вы эти два факта свяжете самостоятельно, без меня. Вот. Она очень хорошо сегодня поработала. Ей понравилось. Хочет выходить еще. И она даже больше переживает. Не то, что она мало зарабатывает, а то, что у нее медленно получается. Она такая, ну, я больше могу. Я говорю, не переживайте. Я все понимаю. Первый день. Шьет она очень хорошо. Прям качество вот 5 с плюсом. Причем с первого раза. То есть человек хорошо шьет. Я говорю, не переживайте. Все нормально. Я все понимаю. Шейте. Вот. Так что пока все налаживается. Слава богу. И вечером придет вот сейчас женщина. Я что хотела вам показать. Купила вот такие магнитики. Как говорится, короткие видео, всякие шорты, рилсы, наши. Все. Все, потому что я увидела, как можно удобно использовать вот такие вот магниты, чтобы строчка была ровной, чтобы измерять по этой строчке. Сейчас я вам покажу. Короче, смотрите, это наша машинка. Она бэушная. Она дешевая. Купила я ее достаточно дешево. Поэтому она меня радует. Понимаю, что многие, кто разбирается, скажут, почему не автомат, почему не другой марки. Короче, есть и прекрасно. Вот. В общем, видите, здесь у меня по линии уже, ну, как говорится, все самостоятельно сделано. Прошивается салфетка. Не суть истории подробностей. И можно вот так вот, допустим, положить магнит. Ну, я его в упаковке, да, сейчас кладу. Вот так его без упаковки. Вы его складываете, кладете магнит. И вам не нужны вот эти вот отметочки. Ничего не нужно, да. И, во-первых, вы уже по этому магниту можете мерить. А, во-вторых, если прямо нужно сделать строчку, да, вот я знаю, что мне нужно 2 сантиметра, чтобы у меня там была строчка на расстоянии 2 сантиметров. Я кладу вот так вот магнит сюда. И у меня всегда будет строчка на расстоянии 2 сантиметров. Это во-первых. А, во-вторых, она будет прямая. Вот в чем кайф. Вот специально достала из упаковки для вас, чтобы показать. Смотрите, от черных... Салфетки черные шили. Я все трогаю так, потому что машинка выключена. От сети. Вот. И вот так вот шьешь. Тогда у тебя всегда ровный шок. Так что, можно сказать, вот такие вот у меня достижения. Я в эту тему все больше и больше погружаюсь. Самое смешное, это когда меня спрашивают, что, типа, а вы шить не умеете? Я говорю, вообще понятия не имею. Объяснить, как салфетки наши шьются, я уже могу на профессиональном уровне. Я во всем разобралась. Но самостоятельно сделать не могу. Вот. Смотрите, это надомница. Как тут показать-то? В общем, надомница. Это вот первый день. Вот. Первый день шила девушка. Держу вас в курсе. Уже следующий день. Прекрасное доброе утро. Ну, практически. Кроме того, что я пришла открывать на швейцех к 9 утра. Я с собакой хожу, открываю. А она мне пишет, я уже причем здесь, то есть, без пяти где-то девять. Извините, я не могу подойти к девяти. Я говорю, во сколько? Во десяти. Ну, думаю, ладно, окей. Пока в переписке я не буду это обсуждать. Потом я скажу, что давайте как-то, ну, постабильнее работать. Вот. Но история в другом. Я десять раз вчера сказала, что обрезаем нитки. Никаких ниток не должно быть. Ну, потому что, если будут нитки на салфетках, это кто должен делать? Паковщик. Это дополнительная проверка на брак и все остальное. И время, не маленькое. В итоге, смотрите. Она мне понаоставляла тут просто дохренища ниток. Извините за мой сланг. Я ей говорю про то, что убираем нитки. Вот посмотрю, как сегодня будет идти работать. Но, что я хочу сказать. Я вот до этого очень сильно переживала по поводу того, что у меня швей не будут зарабатывать. Ну, что, типа, вот они придут, они вначале не будут успевать. И я поняла, что у них нет, ну, не у большинства, да, у части девушек, которые ко мне приходили. Давайте я буду о них говорить, да, не обо всех швейх, а вот у девушек, которые ко мне приходили. У них нет мысли того, что я там реально хочу, чтобы они больше зарабатывали. Все относятся максимально потребительски. Ну, насрать. Типа, нитки, ой, да, да, обрежу. Не обрезают. Приходят, когда хотят. Не успевают. И я понимаю, что мне надо идти с позиции. Это ваша проблема, если вы с нашими ставками не зарабатываете. Потому что я повысила оплату. Существенно повысила оплату. И можно с ней хорошо зарабатывать. Если не болтать, я имею в виду не постоянно, да, не пить чай постоянно каждые 15 минут и так далее, и так далее. И можно зарабатывать. И вот честно, я уже с таким подходом иду. Ко мне приходила женщина, у нее не получается. Она до этого вообще, блин, уже приходила. А что, я сама все разберусь, надо выходить работать. Не пришла, а тут пришла. Давайте пробовать. У нее не получается. Она такая, у меня не получается. Я говорю, ну давайте не будем мучить ткань. Говорю, все, не получается, значит не получается. Ну, потому что, я понимаю, если у нее сейчас не получается, скорости не будет. Скорости не будет, не будет результата ни у нее, ни у меня. Это будет потраченное время. А мне потом, не дай бог, брак еще что-то. Вот, поэтому я честно хочу сказать, что если до этого я думала, вот они бедные, несчастные не будут зарабатывать, сейчас мне, честно, насрать. Потому что разгоняйтесь. Потому что ставки реально хорошие. Потому что я знаю, что есть люди, которые на этих ставках хорошо зарабатывают без каких-либо проблем. Вот. Только потому, что пока еще я практически нет кого. Ну, есть пару людей, да, а в основном я не видела хорошего отношения ко мне. При этом я хочу к ним хорошо относиться. Я продолжаю это дело. Но больше вот этой истории, что надо стараться, чтобы они больше зарабатывали. Вот ставки, вот гонитесь. Делайте хорошо, качественно. Ну, то есть я вот за это платить ту ставку, которую я поставила, не собираюсь. Ну, потому что это нитки, это дополнительные деньги и время. Это вам моя мудрость. Я уже вернулась на съемки, но что хочу сказать? Немножечко небольшая вставочка. Вот вчера с девушкой договаривались, что она будет работать с 9, до 14. В итоге она пришла к 10, а не к 10, к 10-15. Я ее спрашиваю, вы в 2 уйдете? Она такая, нет, в час. И потом, почему она не заработает? Из-за меня у нее есть возможность хоть 12 часов работать. Ну, вот вы понимаете, да? То есть очень часто важно сохранить адекватность и помнить, что ваше благородство, ваша доброта не всем нужно. Кому-то нужно, и это круто. Но если нет отклика, будьте жесткими. Помимо рабочих вопросов, хочу вам показать свою новую обновку. Это переспроводной 2D-сканер, написан для всего. Его используют для ПВЗ, но я, во-первых, решила попробовать его и воспользоваться им для того, чтобы сейчас вам покажу, для того, чтобы работать с честным знаком, удобно чем, что его можно подключать к любым программам, даже просто к акселью. Не знаю, гугл таблицы, наверное, тоже можно. И таким образом можно, например, когда вы собираете поставки, сканировать товары и не считать вручную, да, можно таким образом с честным знаком работать. Это максимально актуально с Яндекс.Маркетом, потому что им нужно отправлять отдельно кизы до поставки. Это единственный маркетплейс на данный момент. Может быть, там через время они это изменят. На данный момент, который требует, чтобы вы сначала отправили кизы, а не как-то, допустим, на Вайф Брисовзон. Вот. Короче, я купила сканер. Я, конечно же, сделаю большущий обзор отдельно. Но что хочу сказать, он уже работает. Сейчас. Да. Он, типа, даже пищит. Вот, видите, он работает. Он сразу включенный. И можно... Вот. Как показать? А, вот. Короче, вот видите? То есть он работает, он сканирует вообще без проблем. Он изначально настроенный. Он с течением времени потом сам отключается. То есть его отключить нельзя. Он беспроводной работает по Вайфаю. Честно скажу, времени еще не было его подключить. Но захотела показать. Я уже его открыла, по крайней мере. А это значит, что мы скоро с вами дойдем до обзора. Вот. Пока так. Пока такие вот мои обновочки. Друзья, я решила вам прямо в моменте записать, небольшое такое, знаете, не знаю, как это называется, не помню. Это когда ты вот, ну, прям чувствуешь, что устал. И, с одной стороны, мне хочется там поставки, развития производства и блогерства, да, с точки зрения большего контента и участия в мероприятиях. И, честно скажу, вот хочется доработать еще больше курс по Озон. Хочется еще лучше новый сделать курс по Маркету, небольшой по Яндекс.Маркету сделать. И я понимаю, что вот мне все это хочется, но наступает день, ты-то сидишь, и мне не хочется ничего. Мне нужно вот сегодня было подготовить презентацию по условиям договора для нового запуска курса Wildberries. Я ее просто, хотя там делать-то нечего, я ее просто выжимала из себя. на завтра у меня вебинар вместе с малым бизнесом Москвы на полтора часа про аналитику, про какие-то ошибки, и мне уже надо завтра с утра сдать презентацию, а у меня, понимаете, у меня просто нет никаких сил, вот никаких сил нет. И в такие моменты я понимаю, что вот мне, да, вот в такой момент нужна нисколько поддержка, что в смысле ты молодец, все получится, а больше, наверное, такая история того, что это нормально. Во-первых, да, то есть у нас может что-то идти не по плану, нам может что-то не нравится, мы можем грустить, это во-первых. А во-вторых, моя большая просьба, не забывайте отдыхать. Опять же, не хочу сейчас как-то хвалиться, но если прямо серьезно посмотреть, да, то есть у меня есть направление блогерства, у меня есть направление производства, у меня есть направление маркетплейсов, ну, с точки зрения продаж, да, есть курс, есть отчасти мероприятия, и вот это вот все, ну, вроде бы, ну, там немного, ничего не делаешь, но это на самом деле, когда большим комом накладывается, это становится тяжелым, и я вот рассказываю вам это, что хочу сказать, не забывайте отдыхать, пожалуйста, и если что-то у вас идет не по плану, не по настроению, не по желанию, если, я надеюсь, есть у вас эта возможность, и если эта возможность есть, дайте себе отдохнуть, вот не приставайте, иначе в один момент, пропустив вот этот момент, вам будет еще хуже, и вам вообще нельзя хочется вставать с кровати. Новый день, новые задачи, и я сегодня, знаю, что я повезу одной из наших швейнодомниц, крой, подумала, а может быть, мне отвезти быстренько небольшую поставочку на ВБ, это я к чему, к тому, что когда у вас есть наличие, и когда есть возможность условно сдать поставку, и завтра она будет на ВБ, на Озон, не важно где, это на самом деле очень круто, мы вроде никак были этим ограничены, то есть везти из другого города в тот город, где есть логисты, либо сортировочный центр, это было на самом деле геморройно, и сейчас я поняла, что несмотря на то, что вот это вот помещение, мне, ну, оно вкладывается в наши расходы, но мне не нравится, как оно вкладывается в наши расходы, да, хотелось бы поменьше, вот, и таким образом, я очень рада, что у нас есть вот возможность, да, хранить вот эти прекрасные шалфеточки, это вот то, что мне, кстати, вчера упаковывали, слава богу, мы дошли до того, что упаковываю уже не я, и работаю именно вот в этом плане, здесь не я, постепенно, еще раз говорю, будем переходить на более плотную работу с упаковкой не мной, со сборкой не мной, пока, конечно, в коробочке закину я, это вот если что, так немножечко планируется ВРЦ, немного, Озоновская, но скоро будет больше, конечно же, вот, так что есть определенные плюсы того, что вот я сейчас, понимаю и видя, что у меня, допустим, заканчиваются вот эти серые салфетки на ВБ, там осталось прям мало, и я знаю, что вот завтра поедет поставка из родников, и там не будет этих серых салфеток, я такая, хм, они у меня лежат как раз, дайте я их отправлю, да, это по доставке, по логистике не до конца выгодно, теряется прибыль у порядка там 8, так скажем, салфеток, то есть полностью уходит, но из всей поставки все равно это остается выгодно, вот, на этом давайте все, закончим этот прекрасный влог, вам большое спасибо, что смотрели, он был разным, он был разнообразным, и с моей рефлексией по поводу того, что ничего не хочется, сейчас вроде бы уже хочется и радуется, вот, и с различными размышлениями, что могу сказать, давайте подытожим, поставим точку, две надомницы, одна швея приходит вечерами, еще одна швея приходит, ну так, плюс-минус, есть ощущение, что отвалится, в общем, ищу дальше, ищу больше, и думаем о том, чтобы менять помещение, потому что дорого, на, знаете, в каком плане, объем большой, которым мы не пользуемся, и как логично, зря тратим деньги, вот, на этом все, вам большое спасибо, спасибо, что смотрите, реально приятно от ваших комментариев, радуюсь, что кому-то интересно, даже то небольшое количество людей, которые смотрят, это прямо очень кайфово, вам большое спасибо, и до встречи в следующем влоге.